Приветствуйте. Тимур Шемсидинов. Масштабирование Node.js приложений. Тимур, тебе слово. Спасибо. Так, звук есть? Буль, буль, буль. Добрый день. И вот по поводу масштабирования, на самом деле, у меня не только по поводу масштабирования будет, потому что как масштабирование, так и безопасность это такие вещи, которыми нельзя готовое приложение сверху посолить. То есть, когда оно уже готово, вы туда не добавите. Вам придется все выкинуть и писать его заново. Поэтому давайте, наверное, мы чуть-чуть еще, вот я какие-то вводные сейчас скажу, потому что мне кажется, что не все подошли еще. Я пока представлюсь. Я преподаватель КПИ и СТО компании Синс ТВ, которая занимается интерактивным телевидением. И вот на Node мы делаем сервера для объединения большого количества зрителей в прямом эфире. Ну, в общем, я как имею команду, так и сам программирую каждый день. Но в отличие от команды я пишу только только Free Software, только Open Source. В общем, наверное, приступаем. Так. Тут вот обозначены некоторые такие пороги, после которых вам все равно придется выбросить весь свой код и переписать. Это проверено практикой. Конечно же, вы понимаете, что если вы сделали какое-то прототипное приложение, там 100 подсоединений у него тянет. Ну, работает оно там. Вы проверили на 3-4 соединениях, ну, наверное, 100 тоже будет работать. Скорее всего. Но как только подключений становится, ну, хотя бы несколько тысяч, большое значение начинает иметь, собственно, качество кода. При хорошем качестве кода вы смасштабируетесь на одном процессе где-то до 50 тысяч подключений. При еще целом ряде условий, которые я вот, собственно, в презентации чуть позже скажу. Как только вы дойдете до вот этого вот предельного значения в 50 тысяч подключений, я не говорю вообще про Request Per Second, потому что это какая-то устаревшая характеристика связи. Нужно рассматривать, наверное, три вещи. Это количество одновременных подключений, которые обрабатывает сервер, RPS и Latency. Ну, вот все три вместе, они, наверное, показывают как-то нагруженность. И то, наверное, не полностью еще. Значит, ну, потому что есть еще... Они начинают мешать друг другу подключения, но это более сложно. Значит, как только вы достигаете вот этого вот предела, ну, где-то в 50 тысяч подключений, у вас уже одним процессом вы это не обработаете. Даже если вы затюнили операционную систему и взяли сервер с хорошими ядрами, и все вообще, значит, замечательно, то вам приходится запускать несколько процессов Node.js. Ну, да, вообще-то у меня по ноде этот доклад, не просто по JavaScript, по ноде. И между этими ядрами как-то балансировать. Но, ну, допустим, достигли вы вот такой отметки. Дальше, как только вы достигаете, ну, где-то там 500 тысяч соединений, у вас начинает это все не вмещаться в один сервер. Вам нужно что-то делать. Вам нужно или ставить целую массу серверов, или переходить в какие-то облачные решения. Потом дальше, когда... Если вы вдруг поставили массу серверов и перевалили за, там, 10 миллионов, то вы опять нарвались на такую вещь, что уже потоки взаимодействия между этими серверами все свалят. Ну, то есть есть некоторые, вот это очень грубые предельные цифры, после которых, скорее всего, нужно будет выбросить весь код и переписать его заново. Почему предельные, ну, в смысле, почему приблизительные цифры? Потому что все, конечно, зависит от сложности бизнес-логики вашего приложения. Тут нельзя вот так сказать, сколько коннекшенов выдержит ваш сервер, если мы не знаем, что он делает. Ну, даже если он очень хорошо написан и делает простые вещи, очень простые какие-нибудь, то мы получим вот примерно такие цифры. Это в лучшем случае. Это самый лучший случай. Значит, что влияет у нас на масштабируемость и производительность? Какие факторы? Во-первых, работа JavaScript в виртуальной машине, в V8. Потом то, как вы работаете с API, с нодовским API, с событиями и, собственно, даже не с событиями, а с асинхронностью. Вот стиль работы с асинхронностью. Потом, собственно, стиль кода, как вы это написали. То есть, если вы будете при помощи ООП делать преобразование в фурье или использовать функциональное программирование для, допустим, каких-нибудь вещей типа рендеринга графики, ну, в общем, могут быть нюансы. Ну и, конечно, самый из этих пунктов важный – это архитектурные решения, которые вы принимаете. Потому что от архитектурных решений зависит, собственно, до какого предела вы сможете дойти, не переписывая код. Ну, то есть, архитектурные решения, скорее всего, можно добыть из литературы. Какие-то я покажу. Но обычно, вот в самом обычном проекте, они, конечно, достигаются только практикой, и переписывание все равно происходит. Ну и тоже очень важная штука – это зависимости. Потому что, добавив в проект определенные зависимости, вы получите лог, который потом приведет к тому, что вы не сможете смасштабироваться. Давайте теперь более подробно на все это посмотрим. Этот человек выбирает зависимости в NPM. Пару слов о JavaScript и каким образом, почему он у нас на сервере, почему мы его любим. Потому что, во-первых, есть куча реализаций, все знают, распространенный, минимальный синтаксис. Очень все, в общем, с синтаксисом в современном JavaScript хорошо. Огромное количество библиотек, большое комьюнити. В NPM можно все, что угодно найти. На Stack Overflow тоже можно загуглить практически любую ту саму. Паттерны поддерживает из разных парадигм программирования. Все, что угодно, можно добыть чуть ли не из коробки. Прямо с нодой идет. Все техники программирования JavaScript засосал из всех языков, из которых сумел. И практически на JavaScript мы можем писать мультипарадигменный код и перевести на него почти все, что хотим, с любого другого языка. Или транспилировать, или сами перевести. В любом случае это удобно. Но кроме хороших вещей, JavaScript это еще и небольшой NATE. HATE. Потому что V8 имеет у нас не очень предсказуемую оптимизацию. То есть если вы написали, что-то работает быстро, потом вы обновили ноду, там уже другой V8, другая версия V8, и все замедлилось. А потом опять обновили ноду, опять быстро. И вот непонятно, что делать. Потому что оно то быстро, то медленно, там то фиксят, а то и вообще и ломается. По производительности это непредсказуемо абсолютно. Потом, что делать со синхронностью? Потому что люди привыкли писать алгоритмы, в общем, синхронные. И не так быстро перейти на новый стиль. И в этом самые большие проблемы при написании на ноде JavaScript. Разбивать его на маленькие части, чтобы эти части каждая работала не дольше, чем какие-то микросекунды. Вот с этим, ну как написать их, это понятно. А вот как их потом слепить, чтобы этот код был поддерживаемым, понятным, с длинными циклами, с рекурсией, со всем этим делом. Но, конечно, подходов к синхронности уйма. Потом куча всяких разных стилей программирования. Вот мы подключаем зависимости, а там, в общем, в зависимостях у нас может оказаться какой-нибудь такой код, который, во-первых, он может менять встроенные классы. Один код мешает другому. Значит, из проблем еще, что код, который написан на миксинах, сложно понимается. И система типов JavaScript достаточно бедная. Ее нужно как-то расширять. Если вы этого не делаете, пишите только на встроенных, не все задачи решать просто. Ну и мультипарадигменный стиль программирования точно так же, как асинхронный, он не так быстро дается. И как слепить в одно целое код и реактивный, и ОПшный, и прототипный, и функциональный, не всегда очевидно, как это сделать лучше и как это сделать вообще хоть как-то. Я в конце в самом покажу примеры кода, которые я показывал одним из лучших программистов на JavaScript. И они более-менее подсказали, чего в них исправить. Но что я понял, готовя эти примеры кода, что даже у самых лучших программистов на JavaScript нет еще какого-то общего подхода к стилю и к формированию правильной структуры и архитектуры кода. Именно вот такого мультипарадигменного, асинхронного или функционального, когда оно все вместе. Кроме JavaScript, у нас еще есть нода, которая характеризуется, ну вот, как сказать, ее использование предполагает некоторые особенности, которые для других языков программирования, если вы переходите, оно будет непривычно. Это нужно понимать, как происходит оптимизация, как формируются скрытые классы и как вообще ваш код исполняется, вплоть до того, что желательно все-таки знать хотя бы какие-то основы ассемблера, чтобы представлять хотя бы в виде псевдокода, что же там происходит. Информацию о том, как оптимизация происходит, это вообще отдельная тема, это можно неделю об этом разговаривать. Ну, этим тоже приходится заниматься на серверной стороне. Это вам не браузер, там, где мы, значит, обслуживаем одного пользователя. Значит, еще важная штука, что у нас процесс ноды, он шарится между многими пользователями. То есть, одновременно с одним процессом ноды будут работать пользователи, и они могут мешать друг другу. То есть, они находятся в общем адресном пространстве, и это причины проблем с безопасностью, это причины проблем с производительностью, с утечками памяти. И вот, конечно, да, в ноде так написать, чтобы память не текла, это сложно. Ну, и вот объединение всех вот этих вот различных парадигм, о которых я говорил, тут они перечислены, собственно, в JavaScript, в клиентском, они не приводят к параличу всей системы, а на сервере, на самом деле, неправильное объединение или конструирование из разных парадигм какого-то, значит, общего кода приводит к ужасам. Так, теперь о тех решениях, которые вы должны принимать, если вы начали разрабатывать все-таки на JavaScript, на ноде сервер. Во-первых, нужно понимать, что жизнь процесса долгая на ноде, то есть он запускается и работает, ну, должен вообще работать, на самом деле, без всяких перезагрузок. И даже, ну, в общем, как принято вешать всякие, значит, Forever, RPM2 и все это дело, это, конечно, решает частично вопрос. Но из-за того, что вы перезапустите приложение, там ошибка не исправится, вы понимаете. Поэтому, конечно, написать таким образом, чтобы приложения не падали, а в интерактивных приложениях, которые мы пишем, там же вообще не вариант перезапустить его. Почему не вариант? Потому что там же не HTTP-шный запрос-ответ, а там открыто постоянно соединение между клиентом и сервером. И если мы перезапускаем эту ноду, если она рухнула, часть пользователей отключилась, и вот интерактивные высоконагруженные приложения, конечно же, вообще исключает каким-либо образом перезапуск нод. То есть нужно научиться так писать, что у нас процессы живут там по месяцам. А из процесса в процесс пользователи мигрируются. То есть когда нам нужно зашатдаунить один процесс для того, чтобы обновить версию, мы должны сначала запустить новый, потом перемигрировать туда коннекшены пользователей, а потом, значит, или же сделать это в тот период, когда, допустим, вообще нет никакой активности. Но не во всяких проектах бывают такие периоды, что вообще никакой активности нет. Потом еще такие вещи, что вы должны выбирать между двумя подходами, между stateful и stateless подходами. Причем этот выбор, он реализуется, во-первых, в коде прикладной предметной области, то есть в бизнес-логике, и в самом соединении. То есть приходит ли соединение в какое-то состояние, приходят ли данные в памяти в какое-то состояние, и приходит ли control flow в какое-то состояние. Тут на самом деле выбор этих между stateful и stateless подходами одно из определяющих понятий вообще для того, сможете ли вы масштабироваться. И производительность, естественно. Значит, еще нужно понимать такую штуку, что асинхронный ввод-вывод, который, ну, дославится, это еще не все, потому что он хоть и быстрый, но если мы напишем приложение так, что у нас будет по минимуму ввода-вывода, то есть мы все положим в оперативную память, и не будем там дергать диск, базы данных и все такое, будем просто все сервить из памяти. Когда нет ввода-вывода, то это еще быстрее, чем асинхронный ввод-вывод. Но опять-таки, тут вопросы с тем, что а если это все рухнет, ну, значит, нужно будет писать нам в два процесса писать одно и то же. То есть должно быть какое-то дублирование. Еще важный аспект, что у нас есть алгоритмы, есть структуры данных. И вот оптимизация алгоритмов, если мы хотим повысить производительность, дает меньший гораздо эффект, чем оптимизация структур данных. Первым делом, как только вы занимаетесь производительностью, сразу же смотрите на структуры данных. Если вы их правильно перестроите, то эффект от этого будет в разы. В смысле, на порядке. На порядке. А в алгоритмах обычно в разы. То есть если вы их будете переписывать, оптимизировать. То есть оптимизация структур данных дает больший эффект, чем оптимизация алгоритмов. Еще нужно понимать, что у ноды такой подход, что у вас веб-сервер, встроен вовнутрь приложения, а не приложение, находится внутри веб-сервера. То есть, естественно, ну и не только веб-сервера, даже если у вас там будет использоваться UDP протокол, и это игра какая-нибудь, тоже он находится внутри вашего приложения. И по поводу еще вот важное решение, которое нужно принимать, это как производить там запись в постоянное хранилище, то есть персистент данных. И как работать с данными, которые могут понадобиться. То есть у нас может быть упреждающее чтение и лэйзи запись, то есть отложенная запись какая-то. И это лучший вариант, но не для, допустим, каких-то очень критических финансовых операций. Там нужно, конечно, делать непосредственно во время запроса и чтения и запись. То есть почти в 90% случаев вы можете использовать такой подход, что все в памяти, и у нас упреждающее чтение, и задержка, вот система потом сохранит, когда у нее будет свободное время. Сейчас я быстренько сделаю обзор того, как наша архитектура в наших проектах менялась с 2012 по 2019 год, по 2019, потому что она все еще продолжает меняться. Это с некоторой, значит, вперед небольшой заготовочкой. Значит, сначала мы использовали ноду вместе с библиотекой кластер. Использовали Nginx, MongoDB, часть хранили в Mongo, часть в MySQL. Использовали HTTP протокол. И так как HTTP протокол в то время не позволял отдавать, ну, это же не HTTP 2, то есть сервер никак не может уведомить клиент о том, что что-то там произошло, какое-то событие. Поэтому мы держали SSE соединение, то есть мы апгрейдили HTTP соединение до SSE, server sent events, и вот таким вот образом это работало. Значит, ну, это было вот до конца где-то 13-го года. Выглядело это вот так. Я буду быстро пролистывать, потому что материала много. Значит, что мы сделали следующим делом. Мы, да, там был, в первой версии был MySQL. Мы удалили MySQL, добавили Mongo. Ну, это существенно повысило производительность, но не так важно. Значит, гораздо больше повысило производительность, что мы, значит, убрали Nginx и не, ну, перестали проксировать между клиентом и сервером через Nginx. Ну, конечно, всю статику мы при этом вынесли на CDN, и нода у нас стала работать только с API. Только один API. Все, это лучше всего вот именно так поступать. Ну, зачем же сервать со своих серверов статику? Значит, мы начали использовать HTTP не в виде REST, а в виде Ajax API. Ну, то есть, немножечко поменяли стратегию, использовали везде, где могли, использовали состояние. Что позволило сэкономить во многих вещах не перезагружать его и не таскать за собой везде, не восстанавливать. При каждом HTTP-запросе не восстанавливать его и не сохранять его. Ну, и тут пришлось, конечно, весь код переписать, потому что нужно было сделать так, чтобы оно не перезапускалось, естественно. Так, ну, вот это так вот выглядит. Я быстренько это пролистаю. Все слайды будут выложены потом. Вы это сможете посмотреть. Значит, следующий шаг был в 2016 году. Мы положили все свои данные просто в память. Ну, то есть, мы вообще перестали ходить в базу данных. То есть, Mongo тоже убрали из этого дела. Мы перешли с SSN веб-сокеты и теперь практически единственный ввод, вывод, который есть в наших приложениях, это только работа с веб-сокетами. Ну, только веб-сокеты. Соединение поднято, все время открыто, через него уходят RPC, вызов удаленных процедур и передача событий. Вот два таких типа взаимодействия. API и Events. Естественно, у нас есть в приложении что-то типа такого вот распределенного Event-Emitter, куда можно запихнуть события, оно будет ретранслировано, значит, он немного модифицирован. Значит, это выглядит вот так. Архитектуру вы тоже из слайдов потом посмотрите. У нас ограничение по времени. Теперь, значит, что мы собираемся сделать? Точнее, не просто собираемся, у нас уже введен в эксплуатацию собственный протокол, который реализован для практически самых распространенных языков программирования, это GSTP. Он уже не использует HTTP вообще. И это дало возможность поднять производительность наших мобильных приложений, а у нас в основном мобильные приложения, у нас не веб-приложения, к сожалению. Но вот для веба, веб-сокеты, для мобильных приложений можно еще и от HTTP избавиться, использовать просто TCP. Ну и в виде фоллбека GSTP умеет все-таки работать с веб-сокетами и одну и ту же бизнес-логику вы, конечно, сможете сервать и для ваших веб-приложений. Точно так же используется оперативная память по максимуму и нервующиеся соединения, долго живущие. Выглядит это еще проще. Видите, с каждым шагом у нас архитектура упрощается. И что тут изменилось, это у нас эти мобильные приложения начали подключаться не к мастер-процессу, а к каждому конкретному воркеру. То есть мы вообще убрали балансировку даже. В системе балансировка происходит на клиенте. Это самое эффективное, если у вас большое количество соединений и вы непосредственно подключаетесь не просто к какому-то айпишнику или к доменному имени, а к хост и порт. Вы знаете, на какой порт подключаться. На какой порт подключаться вы можете взять из специального аджакс запросика, то есть один раз по http забрали, куда подключаться. Дальше подключаетесь непосредственно к нужному воркеру. Скажут, а если вы не подключитесь к не своему воркеру, но к не своему он вас обрубит. Мы можем вычислять из айпишника специально хэш-сумму и раздавать хост и порт каждому пользователю. То есть так задосить не удастся, если вы начнете все к одному воркеру цепляться. Просто не подсоединитесь. следующий шаг мы переименовываем протокол, мы делаем метархия протокол, мы делаем из своих структур данных, хранящихся в памяти специальную in-memory sub-bd, которая будет называться global storage. Это на следующий год план. И протокол будет поддерживать не только трансляцию событий и удаленный вызов процедур API, но еще и синхронизацию структур данных и бинарные стримы. Точно так же, как нодовские обычные стримы, они совместимы и с клиента на сервер в обратном направлении могут параллельно через одно соединение качаться множество стримов. То есть мультиплексация по всем направлениям поддерживается протоколом. Там одновременно может качаться пять файлов, вы делаете какие-то вызовы удаленных процедур, там гоняются события и все это одновременно происходит. Ну и выглядеть это, конечно, будет чуть посложнее, но в любом случае у нас архитектура попроще, чем та изначальная, из которой мы все это дело начинали строить. Хочу обратить внимание на те фичи еще, которые вам фичи и вот какие-то значит как это называется особенности того, что ваша платформа должна поддерживать в тех или иных случаях. Я их просто перечислю. Синхронизация данных нужно понимать, что для некоторых задач нужна синхронизация данных, не просто вызовы, а одна структура данных, вторая структура данных. Сервер работает со своей, клиент работает со своей и они вообще не знают о существовании друг друга, они просто обращаются к этим данным. Система должна работать и в оффлайне, то есть если вдруг у нас провал соединения, мы должны какое-то время работать с этими данными в оффлайне. Нужно понимать, что интерактивность и режим приближенный к реальному времени, это немножечко не то, что большое количество RPS, а это еще оптимизация Latency и это еще и ну короче вот мы вообще не сможем тут работать через Ajax API по той причине, что очень много времени будет тратиться на соединился отсоединился соединился отсоединился проще держать просто постоянное открытое соединение и тогда вот Latency у нас будет гораздо в лучшем состоянии и нужно еще понимать, что есть три понятия значит просто Highload это большое количество RPS High Connectivity это большое количество соединений которые может поддерживать ваш сервер или кластер и High Interconnection это характеристика повышенного обмена взаимодействия точнее между этими соединениями ну то есть соединения пользователей у вас объединяются в пачке ну вот те кто наверное работают в сфере игр компьютерных они понимают что один пользователь должен взаимодействовать с другим и на серверной стороне очень важно не просто принять все подключения этих пользователей но и сделать консолидацию этих пользователей на общих серверах таким образом чтобы они ну в общем они как бы были как можно ближе друг к другу чтобы не нужно было использовать межпроцессовое взаимодействие и вообще чтобы не нужно было взаимодействовать между двумя разными серверами чтобы те пользователи которые чаще всего взаимодействуют что они находятся в одном процессе такс ну это уже специфическая балансировка такс значит идем дальше ну тут я пропущу эти схемки они на самом деле иллюстрируют некоторые вещи касающиеся предыдущих слайдов более подробно и хочу остановиться на списке плохих практик которые очень часто встречаются программирование на ноде оно располагает к тому что вы начинаете писать бизнес логику или вот логику ваших приложений прямо внутри middleware ну вот поставили фреймворк там какой-то обработчик и прямо в нем пишите это ошибка новичков то есть если кто это понимает то извините но это нужно объяснить начинающим потому что если вы написали бизнес логику прямо внутри вашего middleware то вы привязаны во-первых к вашему фреймворку вы его потом не смените а во-вторых вы смешали несколько слоев абстракции ну очень часто мы видим код ну вот во всяком случае в тех проектах которые мне показывали даже в крупных фирмах написанные то очень часто в одном middleware в одной функции я вижу там формирование каких-то http заголовков там парсинг куков значит кусок бизнес логики работа там с файлами с диском с базой данных sql запрос там же и все вот это вот в одной функции функция большая ну значит понятно что нужно сначала делать как бы структуру и архитектуру вашего приложения таким образом чтобы у вас на сервере был API отвязанный от какого-либо вообще фреймворка ну то есть просто у вас должен быть модуль который экспортирует из себя асинхронные функции куда приходят какие-то параметры и он значит в callback возвращает ответы то есть вообще без фреймворка ну просто просто обычные обычные функции и потом вы такое приложение сможете гораздо проще интегрировать с чем угодно когда у вас все вот эти вот кишки предметной области естественно просто написаны в качестве обычного API с парой контрактов которые называются callback last error first принятые вообще принятые в джаваскрипте и ноде в частности потом что я очень часто вижу у людей в проектах это require которые вообще разбросаны по всему коду и не только в инициализации находятся то есть require внутри middleware require внутри даже циклов где угодно там внутри промисов сплошные require это очень похоже на то как люди когда-то писали эти самые css селекторы и jquire селекторы тоже вот постоянно ну не только при загрузке приложения но вот везде вот прямо на каждой кнопочке они забирают все это дело вместо того чтобы подготовить один раз там где-то сверху ну вообще лучше так даже и не делать ну и у нас есть три ада вот значит ад колбеков ад промисов и ад всяких библиотечек типа async.js они не спасают ни одна из них вы можете нагуглить если что примеры кода по всем этим трем есть свои ады кто пишет таким 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 способом в разные ад отправляется значит серверная балансировка и вообще балансировка желательно вот с ней что-то сделать вот я использую клиентскую балансировку и вообще всем этого желаю ну и по поводу зависимости и вендерлоков тоже важная штука потому что не добавляйте я вас прошу вот ради Аллаха чтобы не это самое не появлялся у вас в проекте код исходники которого вы не смотрели вот если зависимость добавляете сначала прочитайте код этой зависимости ну и скажите самому себе если вдруг что-нибудь не дай бог случится с автором этой зависимости я буду писать эту зависимость вот если вы согласны писать поддерживать там ее дальше то тогда добавляйте посмотрев естественно исходный код такое желание очень часто отпадает я вам скажу что практически все что необходимо для высоконагруженных приложений есть прямо встроенное в ноду ну вот прямо встроенное в ноду и то даже встроенные библиотеки не все хорошего качества если вы откроете код допустим библиотечки кластер или даже код http да нодовский код http ничего ничего не разберетесь ну то есть я чтобы это сделать потратил там несколько месяцев чтобы в общем раскрутить все эти сопли и понять что она никуда не годится ну и поэтому мы все это дело переписали так ну тут такое дело вот я на самом деле сказал кучу всяких вещей чтобы нужно использовать вместо того что обычно используется но конечно же вам на ваших проектах не дадут это делать ну не дадут то есть хотя бы по чуть-чуть какие-то капельки из вот этих вот вещей на которые я обращал внимание пытайтесь внедрить все сразу не дадут так это мы пропустим это слишком много я давайте уже просто покажу небольшие фрагменты кода я их просто быстро пролистаю вы их потом рассмотрите из слайдов которые будут опубликованы это кусочек кода в функциональном стиле я просто покажу три фрагмента кода такой такой и такой во-первых значит я не знаю ни одного программиста кто бы с первого раза прочитал хоть один из них но вот если честно я не знаю как их написать лучше поэтому если кто-нибудь вдруг сможет написать их лучше сообщите мне об этом так что тут собраны просто три стиля которые я считаю наиболее пригодными к использованию вот такие так это мы пропустим тут я еще хочу показать небольшой пример того как можно работать со синхронностью это скажем так заготовка на харьков.js кто поедет те услышат более полную презентацию вот тут скомпозированы функции при помощи промисов и они исполняются вот там ну считаем за 17 каких-то единиц ну я там округлил допустим потом есть еще два метода о которых я расскажу flow и collect то же самое происходит за 7 и 3 видите разницу в цифрах вот это о том немножечко как быстро работают промисы это не самый лучший способ работы со синхронностью вот вы видите одна и та же задача написана тремя способами ну и конечно это прогнано десятки миллионов раз так это мы пропустим а это мы увидим что у нас проходит в КПИ это собирается периодически метапы по ноде ну самое большое количество людей которое было это 600 человек так что приходите туда и там я более подробно буду на все это дело отвечать если что а сейчас вот еще раз повторю основную идею что если вы изначально в проект не закладываете соответствующую вашей нагрузке архитектуру то потом вы будете переписывать его постоянно ну к сожалению скорее всего этого вам не избежать все равно поэтому сейчас наверное да я оставлю на вот этом слайде вы сможете отсюда взять ссылочки на наше комьюнити и собственно мои профили везде и я на все вопросы буду отвечать или там у нас осталось еще немножко времени на вопросы чтобы сейчас да о это хорошо тогда пожалуйста вопросы и буду благодарен да за микрофон спасибо кто-то поднимал руку пожалуйста добрый день спасибо за доклад а можете поподробнее рассказать как вы какие-то лузы используете для именно переноса zero downtime нод то есть новая нода поднимается как перенести state connection и так далее смотрите я не хочу пока что популяризировать эти лузы потому что все лузы наши но они не готовы то есть мы с ними можем справиться а вообще так с ними достаточно сложно справиться но как это делать я примерно вам расскажу буквально в паре слов значит лежит на диске у вас исходник вы делаете запущено приложение и лежит исходник это запущенное приложение следит за исходниками которые лежат на диске как только вы делаете допустим гитпул забираете новую версию файлы поменялись оно само увидело что файлы на диске поменялись оно подгрузило новую версию в память те пользователи которые находятся между всякими запросами они уже начинают использовать новую логику а старая логика все-таки еще до сих пор лежит в памяти потом когда она перестает использоваться всеми пользователями то все переходят на новую грубо говоря мы следим за файловой системой и подгружаем это дело в память вообще zero latency и процессы не перезапускаются даже при деплое новых версий окей еще вопросы вопросы к Тимуру у меня даже лабораторки по этой теме есть я их как-нибудь выложу так чтобы расскажите будь ласка про якийсь один из прикладов когда вы поменяли структуру данных и швидкость работы выросла на больше самое примитивное это конечно использовать допустим сеты и мапы вместо объектов справочники другая структура данных сразу потом есть типизированные массивы массивы интежеров вы можете делать в JavaScript естественно это будет гораздо быстрее чем массив номеров это к примеру на самом деле гораздо больший эффект происходит если вы допустим в памяти ну вот мы допустим в памяти строим индексы не с УБД строит индексы а мы строим индексы естественно вот способ индексации и то как мы храним этот индекс в памяти гораздо сильнее влияет на производительность чем алгоритм который ищет по этому индекс окей друзья есть еще один вопрос пожалуйста спасибо за доклад у меня два вопроса есть первый пробовали ли вы сравнивать голенг и Node.js в производительности и это и есть вопрос да с гоу у нас есть в команде специалист на гоу но вот именно полностью сравнить не удавалось мы еще никогда не писали одну и ту же задачу на двух языках чтобы она абсолютно была идентичной да мы конечно мы такое делали пока что как ни странно только с с хаскелем это достаточно давние результаты там просто человек из команды раньше всех написал протокол который мы собственно сделали потом на си плюс плюсе и вставили в ноду запрототипировал его на хаскеле быстрее всех и поэтому такое сравнение у нас было но я сейчас просто не вспомню конечно хаскель был помедленнее но гоу и это самое и раз наверное обскочит конечно же но вот протокол у нас на си плюс плюсе окей еще один вопрос скажите будь ласка что вы выражаете на кращем для написания бэкэнду ну так как вы сказали что с нодой очень тяжело проблемы с памятью можно писать на ноде хорошо ну вот я предпочитаю ноду все таки при всех этих сложностях все равно предпочитаю ноду ну тем более сейчас в новых версиях ноды у вас есть возможность писать более производительный код не только на си плюс плюс и вообще на любом языке который умеет экспортировать из себя API там появилось какой-то вот по-моему n-api это новый способ написания плагинов поэтому вы можете писать на гоу на расти вставлять это в ноду и весь этот код будет работать прекрасно да хорошо друзья у нас есть еще один вопрос и я думаю что на этом мы будем заканчивать выступление текущего спикера пожалуйста спасибо за доклад тимур у меня такой вопрос насколько я понял у вас статус и все данные храните на мэморе как вы реализовываете горизонтальный скейлинг если у нас есть и в этом случае как вы шарите данные между сервисами да у нас смотрите какая штука каждый пользователь подключается к своей ноде и данные этого пользователя и все к чему он может обратиться они предварительно читаются в память ну то есть мы примерно знаем с какими данными пользователь общается это специфика просто наверное это специфика тех приложений которые мы пока что писали я конечно понимаю что вопрос того как данные в памяти разбивать между шардами это гораздо более широкий вопрос и поэтому мы как раз сейчас собираемся там вот на следующий год запланировали этим вплотную заняться и сделать из своего вот этого вот memory хранения сделать полноценную субэдэ распределенную ну то есть это пока что можно наверное в ютюбе нагуглить по слову global storage и там у меня есть отдельная лекция как я планирую сделать эту субэдэ и там будут ответы на эти вопросы окей спасибо ну что же друзья я благодарю Тимура за его выступление ваши аплодисменты Тимур Шнамсетинов спасибо и по традиции